Здравствуйте, коллеги! Начинаем наш вебинар «Как развить самостоятельность у ребенка? Организуем работу с порталом в домашних условиях». Что хочется отметить? Хочется отметить, что сегодня это заключительный вебинар в нашей лаборатории «Использование электронной образовательной среды для организации подготовки детей к школе». Во-первых, с чего мы начнем нашу работу? Нам необходимо с вами подвести итоги. Сегодня с 28 марта была открыта лента онлайн-марафона. И что очень важно? В первую очередь важно то, что именно сегодня мы подвели итог, и наш победитель в марафоне – это Овсянникова Елена Геннадьевна из города Омска, детский сад номер 81. Мы поздравляем вас, Елена Евгеньевна, с победой! И вы можете написать в службу поддержки, какой приз вы выберете. Это может быть доступ к порталу на 5+, на 1 год, или любое электронное пособие из программы «Предшкола нового поколения». Действительно победитель один, но что очень важно, хочется отметить работу других коллег. Так, например, если мы говорим про работу с порталом среди коллег-воспитателей детских садов, то еще хотелось бы выделить Баранову Юлию Владимировну из этого же детского сада. Если мы говорим про работу специалистов на портале, психологов и логопедов, хотелось бы выделить работу педагогов-психологов и логопедов из города Калтана. Это Андриенко Снежана Геннадьевна, это Шамсудинова Марина Петровна и Бирюкова Ирина Владимировна. А также недавно к нам присоединились, вы можете в ленте марафона увидеть фотографии и видео этих педагогов. Это Ростовская область и в первую очередь Зиберт Елену Александровну. Но очень интересно, что и учителя начальных классов тоже работали на портале 5+, и присылали свои фотографии и видео. И мы благодарим Казанцеву Татьяну Геннадьевну из города Омска, МБОУ СОЖ номер 162, за плодотворную работу в рамках лаборатории. Это первое, что необходимо нам с вами было сделать, поздравить победителя. Еще что очень важно, нам важно понять, как каждый участник получит сертификат. Для того, чтобы у каждого участника была правильная фамилия, имя и отчество, необходимо нажать кнопку «Проверить свои данные» и сверить, правильно ли вы записаны, ваше фамилия, имя и отчество. А после этого вы нажимаете кнопку «Ваш сертификат участника лаборатории». Открываете ее, и ваш сертификат перед вами. Сертификат эксперта-консультанта в системе онлайн-образования. Настоящий сертификат подтверждает, что в данном случае большими буквами будет выделено ваше имя, фамилия и отчество. Прошло обучение с 17 марта по 17 мая 2022 года в творческой лаборатории и признанной экспертом-консультантом по работе с ресурсами и сервисами образовательного портала 5+. Поздравляю всех коллег, в вашем личном кабинете уже доступен сертификат эксперта-консультанта, вы его можете скачать, он у вас может храниться в электронном виде, вы его можете распечатать. Это первые особенности, о которых мы говорим. Дальше, если мы говорим про то, что нам необходимо еще сегодня сделать, это в первую очередь проанализировать результаты опроса. В течение всего этого времени, после каждого вебинара, каждый участник, ну или практически каждый участник, работал с вопросами. Вопросами, которые подготовлены нашими экспертами, эти вопросы были связаны с электронным образованием, с методикой работы на портале 5+. И мне бы хотелось еще раз заострить ваше внимание на основных моментах, которые были важны в вопросах. Ну, в первую очередь, нам было интересно узнать ваше мнение, вашу точку зрения, считаете ли вы возможным использовать электронные ресурсы, в том числе и онлайн платформы для организации работы в детском саду. И обратите внимание, на первом вебинаре, когда мы только начали с вами совместную работу, часть коллег сомневалась, что электронные ресурсы нужны в детском саду. А 26 апреля, это на четвертом вебинаре, многие коллеги, попробовав работать с образовательным порталом 5+, перешли в группу тех, что можно использовать ресурсы только при индивидуальной работы, а кто-то, и увидите, что таких коллег увеличилась целая команда, уже используют такие ресурсы в ходе образовательной деятельности и на индивидуальных занятиях. Таким образом, наверное, что очень важно говорить, то, что все наши участники, попробовав работу с порталом 5+, но я думаю, что оценили то, что ресурсы портала возможно использовать и в детском саду, и в начальной школе. Еще, что очень важно, то, что 100% участников лаборатории отметили, что да, действительно, об этом портале, о нашем портале 5+, можно рассказать и родителям. Для того, чтобы рассказать родителям, еще раз напоминаю, что есть специальное приглашение для родителей, вот в форме такой листовки, вы можете написать нам в службу поддержки инфо, собака, шопакбукс.ру, слово родители. И каждый родитель, кому вы готовы рассказать, получит такую листовку и сможет самостоятельно познакомиться с порталом 5+. А вы, как эксперт в области образования электронных ресурсов, ему поможете в этом. Итак, мы с вами сейчас проговорили, что у нас есть победитель и активные коллеги, кто прекрасно отработал в ленте марафона. Каждый участник сейчас знает, как скачать сертификат эксперта-консультанты. Еще раз показываю, как он выглядит. То есть в своем личном кабинете вы проверяете свои данные, а дальше скачиваете сертификат. Еще раз напоминаю, вы заходите под своим логином в личный кабинет в творческую лабораторию, проверяете свои данные и скачивать сертификат эксперта. Мне бы хотелось перейти к нашему, наверное, главному вопросу, к которому мы шли. Целых 4 занятия. Это то, что в любом случае одна из ключевых задач дошкольного образования, это перейти от постоянного опекания, от совместной работы к минимальной, но самостоятельной работе каждого дошкольника. Почему это важно? Да потому, что в начальной школе ребенку придется большую часть действий осваивать самостоятельно. Это действительно сложно, это действительно трудно, и поэтому это не только задача начальной школы научить ребенка самостоятельно учиться. это и задача детского сада. Но, что очень важно, и каждый родитель ждет от нас, что мы научим ребенка самостоятельно действовать. И вот видео, которое присылали участники марафона, я хочу показать одно из видео, где работает папа с мальчиком. Послушаем и посмотрим видео. Под каждой фотографией укажи, какая птица на ней изображена. Птица, первая, это дятел. Точно? Да. Рука, нажми на звук, чтобы совпадал. Дятел. Правильно. Дятел. Синица. Синица. Где синица? У синички какой желудок? Красный? Или желтый? А какие еще тут птички есть, с чего внимательны? Вот такая вот. Боробей. Боробей здесь. Сниги. Сниги здесь. Так, ну давай. Все правильно. Молодец. Молодец. Вот видите, и родители тоже, участвуя в работе с порталом 5+, действительно на первых этапах помогают ребенку. И, наверное, интересно родителям, с одной стороны. Но, с другой стороны, приходит период, когда мы ждем от ребенка этого шага. Попробуй выполнить сам. Хотя, на самом деле, если посмотреть, когда мы ждем от ребенка этой самостоятельности, ждем этой самостоятельности и в 2 года, и в 3 года, и в 4. Но очень важно, что когда ребенок перед школой, он должен попробовать свои силы. Почему важна эта самостоятельность и как она развивается в рамках дошкольного детства? В первую очередь, мы развиваем эмоционально-волевую регуляцию. Что это такое? В первую очередь, это возможность и умение себя заставить сделать то, что не всегда даже хочется. Безусловно, вначале ребенку интересно, и он может себя заставить сделать то, что ему нравится. Но мы понимаем, что школьное обучение не всегда интересно. Но за счет того, что мы включаем ребенка в различные игры, в том числе и по работе с онлайн-ресурсами портала 5+, мы позволяем ему удерживать внимание, выполнять задания внимательно и умение самостоятельно продвигаться в тени. Поэтому, если говорить про портал 5+, то в чем его особенность, которая касается в первую очередь умения самостоятельных действий? Это, конечно же, задания от простых к сложным, что позволяет каждому ребенку вначале выполнить те задания, которые с его точки зрения ему кажутся простыми. Ну, например... Посчитай кисточки. Сколько кисточек на картинке? То есть есть задания достаточно простые, есть задания чуть посложнее, которые ребенок будет выполнять чуть позже. Но ключевое, что позволяет сделать образовательный портал 5+, за небольшой промежуток времени научить, заставлять себя выполнять задания до конца. Это ключевая особенность, которая отличает образовательный портал 5+. Ну и второе направление, по которому можно работать с заданиями и ресурсами портала 5+, это развивать такие умения. Например, действовать по собственной инициативе, как в знакомых, так и в новых условиях. Вы видите, что на портале, и вы много времени провели в это время в работе Творческой лаборатории с ресурсами, вы знаете, что на портале более 5000 заданий. Это позволяет выбрать ребенку самостоятельно простые, легкие задания, интересные, выбрать задания из математики, из обучения грамоте, если ему интересны чтение и звуки, из окружающего мира или поиграть в игры на внимание и память. В том числе здесь есть задания и направленные на пространственные отношения. Это позволяет включить инициативу. Сегодня я хочу поработать с математикой, завтра с окружающим миром, а, например, выполняя задания по окружающему миру, меня не устраивает, например, что я получил серебряную медаль. Я хочу выполнить задания так, чтобы получить золотую. Я буду внимательно... Отметь живое существо. Слушать инструкцию. Муха. Песочница. Карточки. И выполнять задания так, чтобы оно маркировалось зеленым. Отметь живое существо. То есть выполняю задания и добиваюсь того, чтобы получить золотую медаль, а не серебряную. И вы видите, поставил цель и иду к ней. Поэтому вы видите, что еще один пункт, который позволит сформировать самостоятельность, это ставлю цель, планирую результат, достигаю его. Еще что очень важно. Задание и сам интерфейс достаточно прост, поэтому у ребенка получится выполнять большую часть работы, все, что ему знакомо на данный момент, без помощи взрослых. А вот мы смотрели на видео, и если у ребенка есть сомнения, или, например, еще он не знаком со всеми птицами, то действительно здесь возможна и помощь взрослого. И ничего страшного в этом нет. Но обратите внимание, ресурсы портала позволяют, что могу сам для ребенка простые задания выполнять самостоятельно, а то, что сложно, пока вместе со взрослым. Ну и самое ценное, это, конечно же, умение осуществлять контроль при наличии адекватной самооценки. Как формируется самооценка адекватная, мы с вами говорили на прошлых занятиях. Еще раз зайдем в раздел «Мои достижения». Обратите внимание по каждому разделу. Есть наглядная таблица, то, каких результатов я добился. Например, счет до трех. Два задания я выполнил на золотую медаль. Три занятия я прошел с серебряной медалью, а одно еще не выполнял. Мне необходимо выполнить. Как только я выполню все задания, я смогу получить свой диплом. Больше золотых медалей будет золотой диплом. Больше серебряных серебряных, больше бронзовых бронзовых. То есть у меня всегда есть возможность посмотреть, насколько я успешен. Это и есть адекватная самооценка. Таким образом, чтобы ребенок был самостоятельный, нужно научить его выполнять те задания, где ему кажется сложно и трудно. Вначале вместе, потом сам. Научить действовать по своей личной инициативе тех заданий, где он уверен. Это все позволяет выполнить портал 5+. Научить ставить перед собой цели, планировать результат. И на видео с мальчиком Димой и папой очень хорошо видно, что ты выберешь птиц. Да, не все, может быть, сразу сомневаюсь, но папа рядом, он помог, и все получилось. Как, наверное, идеальный результат, выполнять многие задания без помощи взрослых. Ну и, безусловно, ресурсы портала позволяют осуществлять самоконтроль при наличии адекватной самооценки. Какие еще механизмы образовательного портала 5+, позволяют научить ребенка самостоятельно действовать? Я думаю, каждый из вас сможет их увидеть, в первую очередь, познакомившись со структурой портала. Так как сегодня вы уже, и вас можно честно назвать, экспертами онлайн-обучения, онлайн-образования, то обратите внимание, что образовательный портал 5+, это единственный портал, который построен таким образом, что он позволяет самому ребенку действовать самостоятельно. Во-первых, сама структура портала достаточно простая. Есть 4 направления по математике, обучению грамоте, окружающему миру и вниманию памяти. И в этой структуре портала есть разделы темы, занятия и задания. То есть открывая любой раздел, в нем есть тема. Я могу выбрать та, которая мне нравится. Выбрать конкретное занятие и выполнить его. Что очень важно еще, если мы говорим про самостоятельность, это, конечно же, система навигации цвет и пиктограммы. Обратите внимание, что у каждого направления свой цвет. Даже если я сегодня забыл, что я в математике, цвет мне поможет. Желтый цвет – это математика. Пиктограмма подскажет, в какой теме и с каким занятием я уже работал. Например, равные части – половина, треть, четверть. Если я ухожу на голубой фон, это обучение грамоте, звуки, буквы, конструктор письменных букв, распознавание звуков и букв и так далее. Ухожу в зеленый – это окружающий мир. Ну и игры, внимание и память. То есть цвет, но что очень важно, есть еще и пиктограммы. Ну, например, материалы и вещества. Может быть, я не знаком еще с этой темой. Развлечение свойств предметов или сравнение свойств предметов. Я могу зайти и посмотреть, а что же это за занятие, что в большей степени обладает данным свойством. Какой предмет? Мы можем посмотреть и выполнить то или иное задание. И еще один механизм, который позволяет в первую очередь формировать навыки самостоятельной работы. Мы сегодня о нем уже говорили. Это дифференциация заданий. Как по содержанию, так и по уровню сложности. Обратите внимание, например, по теме сравнения свойств предметов есть три уровня заданий. Первый базовый. Вы видите, что это задания достаточно простые. Мы разбирали, как идет дифференциация этих заданий. Следующий второй уровень и третий. Поэтому я могу начать с простого задания. А постепенно поставлю цель и перейду к более сложным. Ну и, конечно же, если мы говорим про структуру самого занятия, то все задания, то есть все инструкции, все предметные карточки с фотографиями, с рисунками будут озвучены. Для чего? Мы понимаем, что ребенок на портале 5+, может работать, еще не умея читать. И он должен уметь самостоятельно выполнять задания. Поэтому все задания озвучены диктором, который позволит, и эта система позволит ребенку самостоятельно выполнять задания. Алгоритм очень простой. Слушаю инструкцию. Что самое липкое? Слушаю варианты. Пластилин, жидкий клей, деревянная линейка, кожаные закладки. Выбираю тот вариант, который считаю, что правильный. Смотрю, правильно или нет. Маркируется зеленым. Ну и очень интересные в ваших видео были. Ой, кронтик улыбнулся, кронтик радуется. И я вместе с ним. Ура, правильно. То есть таким образом, такая система работы позволяет сформировать самостоятельность ребенка. Но что еще важно? Не только сама структура портала, не только система навигации, цвет и пиктограммы, но еще и чтобы ребенок захотел вернуться на портал, чтобы ребенок захотел выполнять задания, важно, чтобы была встроена система мотивации и дополнительных стимулов. Но что очень важно? Без учета времени. Мы не можем искусственно подгонять ребенка. Темп ребенка будет увеличиваться самостоятельно в зависимости от того, насколько он будет проходить каждый шаг. Но вот эта система дополнительных стимулов, и вы можете посмотреть наш вебинар по этой теме, а это как раз и маркировка правильного или неправильного ответа. Ну вот, например, мы ошиблись. Вы видите красный цвет. И главный герой кронтик грустит. Это возможность видеть свои результаты. Это возможность выполнять задания. И сразу же видеть результат позволяет научить каждого ребенка этой самостоятельности. Но самое главное, желанию выполнять вновь и вновь. Да, сейчас у меня не очень получилось выполнить задание. Я правильно выполнила всего лишь 5 из 7. Я буду стараться и обязательно получу золотую медаль. Именно дополнительные стимулы герой позволяют ребенку возвращаться к порталу вновь и вновь. Таким образом, если говорить про то, можно ли научить ребенка выполнять задания самостоятельно на портале, так вот большая часть в рамках опроса в работе лаборатории ответила, что да. Коллеги, эксперты, я соглашусь с вами. Почему? Потому что образовательный портал 5+, это один из лучших порталов по формированию не только определенных навыков, умений, но и по формированию умения самостоятельно работать, самостоятельно трудиться. Для чего все это надо? Для того, чтобы в первом классе ребенок был успешен. Я желаю, чтобы каждый ваш ребенок, которого вы выпускаете в начальную школу, с которым коллеги-учителя работают в первом, во втором классе, были успешны и в следующем учебном году. И еще раз напоминаю, для того, чтобы каждый коллега, кто сегодня участвует на вебинаре, получил свой сертификат эксперта, вам необходимо зайти под своим логином в свой личный кабинет в лаборатории, открыть ваш сертификат участника, проверить все ли правильно и, если необходимо, распечатать его. Коллеги, я поздравляю вас с успешным завершением лаборатории, с тем, что каждый участник стал экспертом-консультантом в системе онлайн-образования и все наши результаты отражены в онлайн-марафоне, в ленте. Еще раз благодарю коллег, тех, кто победил, это Овсяникова Елена Евгеньевна, и тех коллег, кто присылал нам постоянно фото и видеоматериалы за то, чтобы наша лента была и насыщенная, и интересная. Вы прекрасно выполняли экспертные задания. И еще сегодня можно посмотреть все материалы из ленты, оценить их работу. Спасибо всем огромного, до новых встреч, ждем вас на новых мероприятиях. И желаю счастливого отдыха летнего. Надеюсь, что он будет не только хорошим отдыхом, но и плодотворной работой. Всем до свидания и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok